20 лет супружеской жизни Михаила Скрипнюка и Татьяны Черниковой зафиксированы не в фотографиях. Их особенная семья отмечает вехи судьбы картинами. Это выставка о путешествиях супругов. В каждой стране, в каждом городе, в котором они бывали вместе, художники писали этюды. И за десятилетия совместных поездок их набралось немало. В принципе, можно писать сейчас с развитием современных технологий по фотографии просто сидеть и писать, не выходя из своей мусорской. Но мы любим по старинке, чтобы изобразить ту атмосферу, ту удивительную природу, ту близость с природой, тот момент, тот миг нашего пребывания на нашей необъятной земле. Поэтому мы любим писать именно с натуры. Татьяну по профессии скульптор Михаил учился на отделении живописи. Познакомились они еще, будучи студентами. Познакомила нас Великая Отечественная война. Это будет удивительно, но это так. Мы участвовали в конкурсе 50 лет Великой Отечественной войны. В Санкт-Петербурге. Вместе учились на разных курсах, мы друг друга не знали. Но вот выиграли конкурс. Она, Татьяна Анатольевна, по скульптуре выиграла конкурс первое место. А я пожил по композиции живописной первое место. И вот мы встретились и познакомились. И вот с тех пор решили отпраздновать тогда. Вот до сих пор празднули. Этюд – это быстрый набросок, сделанный с натуры, но точно передающий атмосферу места и момента. В залах галереи более 50 этюдов, выполненных в технике массовой живописи, написанных акрилом и пастелью. Но все они живые, выразительные, отличаются точными цветовыми отношениями, звучностью цвета. Здесь мы погружаемся в очарование южных стран, в которых бывали супруги – Италия, Турция, Кипр. Мы постоянно во все путешествия берем с собой волшебную сумку с этюдниками, красками, альбертами, холстами. Эта сумка всегда весит 17 килограммов. Как бы мы ни старались меньше, но потом все равно набираем и возвращаемся счастливые с этюдами. Простые, знакомые, но оттого еще более понятные сюжеты о родной стране. Например, запечатленный в масле Крым. Когда я был в Крыму, я смотрел в ночное небо и, конечно, поражался звездному небу Крыма и решил его изобразить. Конечно, в натуре не пишут ночью, но в мастерской я писал, причем писал под музыку Пинфлойда. Отложенное из-за карантина открытие выставки, которое должно было состояться еще в марте, не выбило из колеи авторов. Особняком среди этюдов воспоминаний о путешествиях стоит картина, которая появилась недавно. Натюрморт с цветами и необычным названием «Мольба». Вот этот шар, вот этот вот, вот эта стеклянная ваза – это земля, образ земли. Вот эти цветы, цветущие в вазе – это жизнь на земле. Вот этот загадочный, интригующий стеклянный шар – это вся вселенная. А вот это орудие, вот поверженная стрела – это поверженный коронавирус. Бабочка летящая – это траурница, это моя душа. Она молится и скорбит о заболевших и умерших от коронавируса, но в ней есть белые пятна. Она надеется на скорейшее выздоровление, на лучшее. Посетить выставку можно до 27 июля, соблюдая все меры предосторожности.